Я хочу спросить вам о супруге. Мы знаем, что в 14-м августе после аннексии очень много крыльцев, и так, вы можете принять свои дунивки и выходить в каждую дунивку в Украине. Где ты залишься? Заживаются преследования, потому что на сегодняшний день 208 человек сидят. Это политзаключенные и преследуемые. Из них 108 человек находятся непосредственно в застенках ФСБ, это в колониях и в СИЗО. И, соответственно, большая часть из них, подавляющее большинство, это представители конскотарского народа. Мы, конечно же, представим, расскажем о выставке. Мы расскажем о том, как она создавалась. И, конечно же, выступят наши партнеры, в данном случае представители музея АТО, потому что действительно это шикарно, то, что сделано. И как раз то сочетание Крыма и востока Украины, тех событий, которые происходят на Донбассе, я думаю, это очень четкий такой, скажем, баланс, который дает понимать, что Украина – это одна, что Крым и Донбасс неразделимы, и мы должны все вместе объединиться, независимо, где мы проживаем, для того, чтобы объединиться и бороться за восстановление. Крым и Донбасс – это выставка про современную, но это современное актуализирует и наше спильное минуле, которое украинцы всегда были разуме с кримскими глядарами, наше теперешнее, и, я надеюсь, наше спильное минуле, потому что, перед всем, мы должны понимать, что в 2014 году, когда Украина опьяняется в условиях российской агрессии, первыми мы слышали эту агрессию на себе кримские татары. «Олег Сенцов, он хоть и не кримский татарин, но он очень четко преследует его и мы тоже можем уявить, что таким самым гонениям поддаются и кримские татары». «Олег Сенцов» «Прощайтесь!»